Сегодня предлагаю вспомнить очень интересный образец техники, выпущенной в Германии в 1940 году. Наука развивалась быстрыми темпами, и многие разработки просто не имели аналогов. Так произошло и в этот раз. Гений инженерной мысли породил мотоцикл на полугусеничном ходу. Изначально главными потребителями этого технического новшества должны были стать парашютно-десантные войска Германии. Однако технические характеристики оказались столь удачны, что и другие рода войск с большой радостью стали брать его себе на вооружение. Назывался гибрид Cat'n'Cut и внешне представлял собой смесь трактора и мотоцикла. Уже первые испытания показали, что автомобиль получился очень удачным. Он был способен тянуть не только орудие, для чего, собственно, изначально и предназначался, но и вполне мог буксировать самолет. Это стало возможным за счет довольно мощного четырехцилиндрового мотора объемом в полтора литра, который вырабатывал мощность в 36 лошадей. Весил сам тягач 1230 килограмм и был рассчитан на трех человек, водитель и два пассажира. Грузоподъемность его составляла 350 килограмм. Коробка передач механическая трехскоростная. Бензобак имел емкость в 42 литра. Тягач развивал на трассе приличную для гусеничной техники скорость в 62 километра в час. По бездорожью же мог передвигаться на скорости до 40 километров в час. Установленный на него пулемет превращал тягач в реальную боевую единицу. Выпускали подобную технику вплоть до 1945 года. За это время собрали 8871 экземпляр, которые стали серьезным подспорьем для солдат Рейха. Но по окончанию Второй мировой история тягачей не закончилась. Те, что остались на ходу, переделали под мирные цели. И они еще долго трудились, например, в сельской местности. Теперь уже в качестве орудия созидания, а не разрушения. А кроме этого, из оставшихся на предприятиях запчастей собрали еще 500 экземпляров. Чего добру пропадать! Продолжение следует...